МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее подробнее. В феврале следующего года новый терминал Пермского аэропорта начнет принимать первые международные рейсы. Об этом заявил губернатор края Максим Решетников во время открытия объекта. Глава региона добавил, что до этого времени новый терминал будет работать только с внутренними рейсами. Что касается дальнейшего развития, в следующем году вокруг терминального комплекса будут оборудованы перроны, а затем запустят телетрапы. На церемонии открытия присутствовал министр транспорта России. Он отметил, что за последние 10 лет пассажиропоток Пермского аэропорта вырос в три раза. Планируется, что в связи с открытием нового терминала в следующем году пассажиропоток составит почти полтора миллиона человек, а в 2019-м он должен дойти до 1 миллиона 600 тысяч. Напомним, что строительство нового терминала заняло два года. Инвесторам выступила компания «Новопорт». Общая стоимость составила почти 5 миллиардов рублей. Шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей. Ленинский районный суд Перми огласил приговор бывшему краевому министру информационного развития и связи Евгению Балуеву. Его признали виновным по двум эпизодам. Особо крупное мошенничество с общим ущербом более 26 миллионов рублей и незаконное хранение 13 боевых патронов. Балуев был взят под стражу в зале суда. Судья Сергей Сыров не согласился с предложением гособвинителя Виталия Копылова, который просил ограничиться условным сроком в 4 года. Наличность в размере почти миллиона рублей, изъятая при обыске в одной из квартир его родственницы Гладковой, оставлена на хранение в краевом управлении ФСБ. Как ранее сообщал РБК Перм, экс-министр признал, что при ремонте филиалов Пермского краевого МФЦ объемы выполненных работ были завышены на 24,5 миллиона рублей. Соучастники обналичивали бюджетные деньги через подрядные кампании. Дело экс-министра связи при Каме было рассмотрено в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования всех доказательств. Это позволило рассчитывать на наказание, не превышающее 2 трети от максимально возможного. Новый стенд для серийных испытаний сразу двух типов двигателей, ПС-90А и перспективных ПД-14, назван в честь выдающегося авиаконструктора Павла Соловьева. Объем инвестиций за три года составил 1 миллиард рублей. Возможности оборудования сегодня продемонстрировали полпреду президента России в Приволжье Михаилу Бабичу и министру транспорта Максиму Соколову. Новый стенд расположен на загородной испытательной станции предприятия ОДК «Пермский мотор» в новых ледах. Его уникальность в универсальности и применении адаптерной системы. Это самый современный технологический уровень. Он позволяет проводить подготовку к испытаниям за пределами стенда в отдельном помещении. Но если раньше на самом стенде монтаж и подготовительные работы занимали 8 часов, то сейчас полчаса. Это позволяет в разы увеличить пропускную способность стенда. По словам управляющего директора «Пермских моторов» Сергея Попова, в этом году будет закончена программа опытных испытаний. ПД-14 в июле следующего года планируется испытать на стенде уже первые серийные двигатели ПД-14, которые затем будут отгружены в Иркутск для летных испытаний лайнеров МС-21. Сегодня депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. По сравнению с утвержденным в первом чтении, в принятом документе зафиксировано изменение основных характеристик. О том, что изменилось и почему, поговорим с депутатом Законодательного собрания Пермского края Еленой Зверяновой. Елена Владимировна, добрый вечер. Благодарю вас за то, что пришли сегодня обсудить как раз этот самый закон о бюджете нашего региона. Мы с вами встречались буквально сразу после первого чтения. Что же изменилось с тех пор? Почему это произошло? Сегодня вот к вам такие вопросы. Насколько я знаю, было больше 60 поправок внесено. То есть работа проведена колоссальная. Наши режиссеры подготовили таблицу, основные плановые показатели бюджета края на как раз 2018 год. И там на ней, на этой таблице видно, что доходы у нас составляют теперь 112 миллиардов 365 миллионов, расходы 121 миллиардов 607 миллионов, ну и дефицит превышает 9 миллиардов рублей. Хорошо это, плохо. Что изменилось вообще на самом деле? Очень много вопросов вызывают последние такие изменения. В соответствии с законом краевым о бюджетном процессе, действительно бюджет после первого чтения поступает на доработку в рабочую группу. Рабочая группа собиралась несколько раз. Были рассмотрены те 66 поправок, про которые вы говорите. И с учетом тех изменений, которые мы вынуждены были принять по межбюджетным федеральным трансферам, мы вынуждены были скорректировать основные параметры бюджета, увеличив дефицит с 5 процентов, почти до 10 процентов на плановый период, особенно там дефицит достигает и 10, и немножко больше 10 процентов. Связано это с тем, что Пермскому краю было отказано в части дотации с федерального бюджета, поэтому параметры бюджета несколько ухудшились. Но я хочу сказать, что эти параметры находятся в пределах нормативов, бюджетным кодексом разрешается дефицит до 15 процентов, а нашим соглашением региональным с Министерством финансов Российской Федерации дефицит лимитирован 10 процентами. Поэтому мы находимся в допустимых нормативах и считаем, что устойчивость нашего бюджета практически не пострадала. Вот как раз вы затронули тему, что в плановом периоде мы перевалим за 10 процентов, но, наверное, скорректируем, я так понимаю, да? Это расчетный дефицит планового периода. Как показывает наша жизнь и практика, бюджет, принятый на трехлетний период, обычно в течение финансового года корректируется. По предварительным оценкам нашего Министерства финансов, дефицит будет значительно ниже реальный. И это нам позволит не только исполнить бюджет лучше, чем он спланирован, но это позволит нам в каком-то плановом периоде после 2020 года выйти даже на погашение тех объемов государственного долга, которые мы сегодня видим, опять же, как основной критерий бюджета. И этот долг достигает 26 миллиардов по периоду. В общем-то, кажется нам достаточно значимым. Вот исходя из этого всего, возникает сразу несколько ответвлений, то есть сразу несколько вопросов. Но начнем все-таки с исполнения бюджета. Основной задачей быстрого, раннего, скажем, принятия бюджета еще до декабря, как сегодня и получилось. Сегодня у нас последний день ноября. Поздравляю вас с тем, что, во-первых, приняли, как и собирались. Основной задачей раннего принятия было как раз дать время правительству, дать время администрации края для того, чтобы начать исполнять, чтобы в конце получить хорошие цифры по исполнению этого самого бюджета. Да, безусловно. Значит, мы должны понимать, что бюджет — это закон краевой, но для его исполнения необходимо принятие еще большого количества подзаконных актов. В основном эти акты принимаются на уровне правительства Пермского края, и они иногда требуют очень серьезной проработки. Это касается порядков расходования бюджетных средств, порядка предоставления субсидий, дотаций на уровень муниципальных образований. Поэтому вот этот месяц дается в этом году правительству для того, чтобы в течение месяца была подготовлена бюджетная роспись, подготовлены все нормативно-правовые акты правительства, чтобы с 1 января тот бюджет, которым сегодня мы видим значительное увеличение инвестиционных расходов, а именно они требуют большой проработки нормативной, чтобы эти расходы начали осваиваться в тот период, когда начинается строительный сезон. То есть должны быть проведены аукционные конкурсы в соответствии с 44-м федеральным законом, должны быть осуществлены трансферты на муниципальный уровень. То есть вот эта вся подготовительная работа, ее никто, может быть, не замечает. Жители видят чаще всего конечный результат, который является результатом исполнения договорных отношений между государственными и муниципальными заказчиками и подрядными организациями. И часто у нас этот период уходит опять в зиму. Мы часто видим с вами, когда доделывается дорога под дождем и под снегом. У нас все равно официальный сезон строительных и ремонтных дорожных работ заканчивается, по-моему, 30 октября официально. Я уж не знаю, в этом году успели все или не успели, но, по-моему, тоже какие-то у нас остались. Это тема для другой программы, как говорится. Тем не менее, мы ведь понимаем, что большой упор в этом году и вообще в последнее время в бюджете сделан на инвестиционную составляющую, повышение этой самой составляющей. И сейчас, насколько я понимаю, в бюджете именно из этой части и была урезана часть денег. Значит, часть денег была отнесена на дефицит. То есть, те деньги, которые мы недополучили из федерального бюджета, мы просто на эту сумму увеличили свой дефицит. То есть, мы приняли решение, о котором не пострадали ни социальные расходы, которые были утверждены в первом чтении, ни инвестиционные расходы. Это решение приведет возможно к увеличению государственного долга. Но, как я и сказала, что все вот эти параметры и дефициты и государственного долга у нас в рамках нормативов. Что касается вот этих планов реализации бюджета, мы с вами уже говорили в прошлый раз, что бюджет носит социально ориентирован и 76% по трехлетнему периоду это социальные расходы. Но структура бюджета в этом году отличается от предыдущих, от предыдущей трехлетки тем, что почти в два раза увеличены инвестиционные расходы. Поэтому вот этот временной лаг, который дается на подготовку этих инвестиций, государственные инвестиции отличаются от частных именно тем, что они требуют очень большого количества нормативно-правовых актов и очень сложное законодательство, связанное с государственными закупками и заключением государственных контрактов. Часто бывает так, что не с первого раза этот контракт заключается. Поэтому, конечно, правительству необходимо учесть все те проблемы, которые нас преследовали весь предыдущий период по инвестиционным расходам, когда мы выделяли деньги из бюджета. Деньги есть, берите, главное осваивайте, но качественно осваивайте. Вот, кстати, тут к этому моменту. Эффективность госуправления и качественная реализация проектов. Насколько у нас в Пермском крае мы стремимся к тому, чтобы улучшить эти показатели, насколько она действительно соответствует уровень наших чиновников на местах, насколько он соответствует тем деньгам, которые мы готовы, край готов выделить. Знаете, качество государственного управления, эффективность освоения бюджетных средств, я бы сказала, что это один из основных вопросов, который губернатор Пермского края поставил во главу угла данной трехлетки. Действительно очень большие потенциальные возможности сокрыты в системе государственных закупок. И, конечно, мы как регион являемся лидерами в программно-целевом бюджетном планировании. И в этом году, мы уже с вами это обсуждали, весь бюджет подкрепляется 13 государственными программами. И только меньше 3% бюджета будет расходоваться без программных целей и без показателей, в основном на административные расходы, на содержание того же парламента, на контрольно-счетную палату. А все остальные расходы на правительство в том числе, они определяются государственными отраслевыми программами, исполнение которых будет оцениваться по достижению конкретных показателей. И когда мы подводим результаты по бюджету, мы не можем говорить только о том, освоили ли мы или не освоили бюджет. Мы должны обязательно дать оценку достижению конечных результатов этих государственных программ. То есть, количественные показатели должны быть при этом. Количественные показатели по отраслям. Это очень важный критерий для оценки эффективности государственного управления. Не могу не затронуть эту тему, но все-таки сегодня сенатор от Пермского края Андрей Климов поспорил прилюдно с Андреем, простите, с Дмитрием Казаком, поговорил о том, что регион наш потерял часть господдержки. Причем потерял, насколько я понимаю, в достаточно сжатые сроки. Насколько повлияло вот это урезание дотации из федерации на работу нашего законодательного собрания? Насколько пришлось в быстром темпе проделать большую работу? Да, нас это очень огорчило. Это решение, изменение правил игры, которые, как часто бывает на федеральном уровне, происходят практически между чтениями краевого бюджета. И, конечно, эти деньги, как я еще раз повторюсь, что они увеличили наш дефицит и, скорее всего, приведут к увеличению государственного. Но мы были к этому готовы? Ну, будем говорить. Если можно коротко, то есть да или нет, собственно. Мы готовы были? Я хочу сказать, что наша финансовая устойчивость такова, что мы теоретически готовы к этому. Мы исполним бюджет в том качестве и в том объеме, который был в первом предприятии. Отлично. Спасибо. Спасибо большое. Далее примемся на короткую рекламу. Оставайтесь на РБК. РБК Пермь. Продолжаем изучать информационную картину дня. Росстатом выпущен уже второй том с предварительными итогами Всероссийской сельхозпереписи 2016 года. Ну, а какие итоги подведены в Пермском крае, какие показатели будут отражены, эти и другие вопросы зададим сегодня руководителю Пермстата Владимиру Белянину. Владимир Алексеевич, добрый вечер. Во-первых, благодарю за то, что вы пришли, за то, что нашли время с нами побеседовать. Сразу же начнем с места, как говорится, в карьер. Действительно, что подведено, какие итоги подведены в Пермском крае? Действительно, в Пермском крае мы выпустили аналогично, как и в целом по России, мы в разрезе уже нашей территории, в разрезе категории хозяйств, значит, мы вот эту информацию именно по Пермскому краю. Она размещена на нашем сайте, поэтому те все разработчные предварительные таблицы, которые мы выверяли, выверяли, это была колоссальная работа. Это порядка 300 тысяч переписных листов прошло через руки наших работников. Эта работа проведена во всех территориальных органах Росстата. Все эти органы также размещают итоги по своим территориям. Что здесь есть? Здесь много интересного. Всегда получаешь удовлетворение, когда после большой серьезной работы можно посмотреть какие-то итоги. Значит, здесь у нас и число организаций, число сельхозпроизводителей, которые работают на земле. И площади этих всех наших земельных сельхозугодий и так далее. Поголовье сельскохозяйственных животных, обеспеченность техникой, масса других интересных материалов. Я правильно понимаю, что вы, то есть Росстат и Пермстат, как говорится, в самом начале еще своего пути, в самом начале подведения итогов. Ведь это второй том, будет их 10 томов. Когда будет последний публикон? Когда уже можно будет подведение? В четвертом квартале 2018 года. То есть через год? Да, это уже будет последний, будет атлас, красочный и так далее. Но сейчас вот будем тематически, сейчас вот мы готовим уже информацию в разрезе муниципальных наших районов. То есть там будет уже... Немного забегая вперед, но тем не менее, насколько такой инструмент как перепись? Понятно, что она прошла по всей территории России. К каждому постучались в дверь, у каждого спросили, сколько у тебя кур, там, кос и тому подобное. Насколько такой инструмент эффективен и насколько он инертен? Вот пройдет два года с тех пор, как прошла эта самая перепись, но за это время ведь уже, как говорится, многое изменилось. Насколько планирование построено именно на этих данных? Ну, безусловно, нет, но это все равно отправные точки. Переписи – это общая мировая практика. В России это вот вторая уже перепись. Напомню, что предыдущая у нас такая серьезная большая работа была в 2006 году. Вот 10 лет прошло. Посмотреть, что изменилось за эти 10 лет, потому что та информация, которая собрана по итогам сельхозпереписи, она в никакой другой отчетности, ее просто нет. Это уникальные данные. Да, как раз те самые данные. Мы подготовили тоже таблицу на основе предоставленных Пермстатом и Росстатом данные. Значит, в нее вошли, во-первых, информация о сельхозорганизациях всего по Пермскому краю. Вот сейчас у нас на экране заброшены личные подсобные хозяйства в процентах от общего числа хозяйств, поголовье крупного рогатого скота, общая площадь земли, поголовье свиней. Прекрасно, наглядно видно, что по всем показателям Пермский край по сравнению с 2006 годом снизил свои показатели. Цифры очень упали. Такая тенденция, она характерна не только для Пермского края. Эта ситуация, она в целом по России наблюдается. Если говорить о количестве организаций, сельхозорганизаций, значит, снижение, вот если даже посмотреть в рамках ПФО наших коллег, везде снижение. По России в целом наблюдается такое снижение. Если говорить о крестьянских фермерских хозяйствах, вот по Пермскому краю, в 2006 году их было 2454 крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, то по итогам Перепси 2016 года 1572. Конечно, снижение есть. По сельхозорганизациям практически вдвое произошло вот такое снижение. Но снижается не только само количество, меняются и другие все показатели. Меньше стало земельных площадей. Да, вот сейчас идет программа постоянно, то есть идет одна из приоритетных программ в сельском хозяйстве Пермского края, это изъятие неиспользуемых земель. То есть возвращение земель в общий объем пахотных. При этом мы наблюдаем, что в два раза по сравнению с 2006 годом уменьшилось число подобных земель. У меня вот такой вопрос. С чем это связано? Что в 2006 году такого было, на 2006 год такого было, что через 10 лет мы показываем вообще по всей России такое снижение? Это отголоски советского прошлого, когда все еще было? Или достаточно большое количество времени прошло? Анализ этих данных, как говорится, еще впереди, но тем не менее уже можно сделать определенные выводы. Земля стала использоваться более рачительно. На земле работать всегда было тяжело. И ситуация такова, что выживают крупные агрохолдинги, а вот небольшие предприятия, слабые крестьянские, те же фермерские хозяйства, они потихонечку умирают. Именно которые небольшие. Это общая тенденция по всей России. Хорошо это или плохо? Не знаю, к вам ли такой вопрос, но тем не менее. Тут надо еще и смотреть и поддержку, кого мы поддерживаем. Если мы хотим поддерживать более серьезно малые предприятия, крестьянские фермерские хозяйства. А на деле, когда мы смотрим, получаем данные, мы же получали данные в том числе и о полученных субсидиях, поддержку, кредитования, что мы видим? Поддерживают крупные предприятия в большей степени, чем те же малые. А говорить про индивидуальных предпринимателей от общего числа, кто у нас? 20% получили поддержку. Крестьянские фермерские хозяйства, там процент побольше, там порядка 50%. А что касается крупных предприятий, там порядка 80%, больше 80% они получают поддержку. Именно это тоже наверняка может войти в те данные, на основе которых возможно изменение программы поддержки. Конечно, но заметьте, мы когда проводили перепись, это была такая своего рода фотография по состоянию на 1 июля 2016 года. А что касается всех субсидий и кредитов, это было данные за 2015 год. То есть, все равно определенный лаг времени проходит, конечно, надо делать выводы и поддерживать. Ну а еще вот к переписи, где еще хранятся данные дополнительно, которые постоянно должны обновляться? Ну у нас есть оперативный отчет, то есть, который у нас мы регулярно эту информацию предоставляем и средством массовой информации, и на сайте у нас размещается, и в правительстве, и губернаторах, все оперативная информация она есть. А вот именно данные переписи, это несколько другой срез и раз в 10 лет, вот по закону раз в 10 лет. Дорогое удовольствие просто каждый год проводить переписи. Ну понятно, слишком затратно, трудозатратно как минимум еще. Безусловно. Очень хлопотно, очень много было волонтеров, которые проходили переписчиков. Это мы больше тысячи человек привлекали только временного персонала, вот для проведения вот этого обхода, так сказать, полевого уровня. Достучаться, как вы говорите, до каждого кролика. Хорошо. А ситуация по личным подсобным хозяйствам в Пермском крае, вот с вашей точки зрения? Ну здесь оптимизма не наблюдается по личным подсобным хозяйствам. Здесь у нас также происходит и общая тенденция к их снижению. Надо еще учитывать то, что у нас сельское население стареет, то есть все становится у нас уже, молодежь уезжает в города. То есть за последние 10 лет мы потеряли сельского населения там порядка 25 тысяч, если говорить про Пермский край. Если раньше, ну я не скажу, что в каждом подворье, но была какая-то все равно. И сельхоз у нас животные. Кто-то держал коров, кто-то держал, значит, свиней. Я понял. Владимир Александрович, у нас, к сожалению, время заканчивается, но тем не менее, вообще, насколько ваше, по вашей цене, если можно коротко, все хорошо у Пермского края в отношении сельхозпереписи, ну и в отношении вообще всех данных. Если можно коротко, хорошо или плохо по сравнению с другими, допустим, регионами? Ну, мы не в конце, но и, как говорится, не в перикаде. Понятно. Владимир Александрович, спасибо большое. Такова информационная картина дня. Спасибо, что выбираете РБК и до встречи. РБК Пермь. Помогаем принимать решения.